Друзья, мы снова вернулись в цирк Тибетский як Тибетский як – это крупное животное, похожее на быков и зубров Яки сильные, выносливые, серьезные и очень красивые Как оказалось, этот вид можно и дрессировать, поэтому яков можно встретить и в цирке На арене они прыгают через препятствия, выполняют различные команды и изображают кориду Именно с этим животным мне предстоит познакомиться А моим наставником стал артист из Приморья – Максим, который 7 лет назад принял решение связать свою жизнь с цирком Сейчас будет такой интересный момент, попробуем себя в дрессуре И в дрессуре необычного такого животного, как, допустим, як Наверное, здесь он не опасный Нет-нет-нет-нет Это милый самый взрослый наш як, зовут его Илья А сколько ему лет? Ему 7 уже пойдет 8 Вот, он самый старший из наших Шагаем, шагаем Вот У меня на данный момент их 6 голов Вот, и получается, этот самый старший Мы попробуем сейчас, он просто пошагает, да, привыкнет к вам И попробуем его, да, поставить Вот он уже хочет Поставить его на трюк И Катерина пойдет перед ним, а вы попробуйте его просто подержать А расскажите по характеру, какой он? Он, он милый Он милый и добрый, да, потому что он выращенный, в принципе, с трех месяцев Он и выкорблен с бутылочки, и с пинетки, вот И добрый, добрый, такой, своенравный слегка, но добрый Вот Я предлагаю уже приступить к дрессировке Смотрите Вот это называется фарпачик Фарпачик? Да, фарпачик Сейчас я его поставлю, чтобы вы поняли, да Это, в принципе, не сложно Только надо будет ему просто чуть-чуть перегородить дорогу И, в принципе, сказать слово монт Монт Да А что это значит? Монт, это вот барьер, это как трюк называется, когда ходят по барьеру Это называется монт Илюша, шагаем, шагаем, шагаем Шагаем, нет, еще не домой Сейчас перед глазами вообще нету ничего вокруг, кроме Илюша И мы вот здесь переграждаем дорогу Илюша Сталмонт Вот, молодец И вот идем Он идет так же, как вы ходите, да Если он остановился, можно чуть-чуть его, да Ну, в принципе, Катя сама может висеть за собой Да Ничего страшного нету, я буду стоять рядом с вами, и все Молодец, шагаем, шагаем, шагаем Только по напористей, да, такое, чтобы он прям Чтобы он почувствовал хозяина Да, чтобы он почувствовал, да И здесь можно сказать ему Стоп Стоп Вот, можно перед ним, я тоже с вами буду Все, молодец Молодец, молодец Все, и говорим ему Ап Все, он сходит Давайте, берем Почему он так на меня смотрит? Нет, это нормально, нормально Илья, Илья, шагаем, шагаем, шагаем Вот уже идем, чуть-чуть перекрываем дорогу Илья Илья, монт 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 Нет, встаем, встаем Вот, и идем Идем рядом с ним И не боимся, не боимся его Давай, Илья Нам нужен контент, Илья Красавчик, Илья Илюша тоже любит Только перевее него не идем Так, не надо его трогать Я его не буду Я просто хотел его похлопать Я вспоминал ваши слова О том, что если он остановится Что нужно Тык-тык-тык-тык Сейчас мне нужно будет сказать Стоп, да? Да, вот чуть-чуть Идем, идем И сейчас переграждаем дорогу Стоп И сейчас уходим за спину Говорим ап Ап Вот, переграждаем Монт Монт Давай, давай Монт Монт Давай Чуть-чуть его по ноге Чуть-чуть по ноге хлопните И не бойтесь говорить с ним Я просто любуюсь его красивой шерстью Очень красивый И вот здесь останавливаем Стоп 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 Уходите Ап 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 Молодцы Кайфово Потому что такой огромный бык Тибетский як Тебя слушается А сейчас мы попробуем как раз домой отправить Ничего сложного Возле форунга Мы просто чуть-чуть вперед него уходим И говорим ему домой Так, я уже иду вперед его, да? Да-да-да Домой Домой Давай, Илья, ты молодец Спасибо тебе Ты просто лучший Бог среди быков Вот вы подняли себя чуть-чуть в роли трясера Да, спасибо большое Это было очень круто И безопаснее В отличие от моего прошлого раза Когда я стоял здесь же И смотрел Своему старому приятелю Гектору Прямо в глаза Так, надо ему кусок пожирнее выбрать Руки-то трясутся, а? Страшно Вектор Вот молодец Максим, ну оцените Мои старания, мои умения как дрессировщика Что у меня получилось, что нет В чем были ошибки? В принципе, я могу сказать, что у вас все получилось Самое главное Как и мне Однажды сказал очень хороший человек О том, что ты их не боишься Это самый главный плюс У вас я тоже увидел этот огромный плюс То, что вы их не боитесь Да, устали, пошли, смогли подойти близко И все остальное И поэтому, в принципе Почему нет? Дрессировщиком всегда можно стать Да, учитывая отсутствие моего инстинкта самосохранения Когда я уже хотел его там похлопать Ну, спасибо большое Это вообще просто незабываемый опыт На этом мои приключения в цирке подошли к концу Тот опыт и впечатление, которые я здесь получил Я запомню надолго Хочется поблагодарить артистов королевского цирка И пожелать еще больше красивых и ярких номеров Аншлагов и искренних эмоций от зрителей Это был проект Попробуй на себе Увидимся на восьмом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова